На экзамен с электронной шпаргалкой. Житель Маргаушского района осужден за незаконное использование специальных технических средств для негласного получения информации. Где и в каких целях было использовано шпионское оборудование, смотрите в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД. Пошел на экзамен в ГИБДД, а оказался на скамье подсудимых. Все дело в том, что пересдавать теоретическую часть испытания после лишения водительских прав, житель Маргаушского района Чувашии отправился оснащенной по последнему слову техники. Что с вами? Ухо болит. А это вам не помешает? Нет, нет, профессор, не беспокойтесь. Похожим способом действовал и подсудимый. Правда, технику использовал куда более совершенную. Это непосредственно сама видеокамера, передатчик видеосигнала и приемник акустического сигнала. То есть в данном случае у нас был маленький микронаушник, который вставлялся в ушную раковину, достаточно глубоко и внешне был незаметен. С помощью антенны принимался сигнал и, соответственно, человек слышал правильный ответ. 45-летний мужчина серьезно готовился к экзамену, но не в привычном нам понимании. Он нашел людей, которые за вознаграждение могли снабдить его всем необходимым, включая одежду. Особенность рубашек заключалась в том, что одного элемента в виде пуговицы не было. Вместо этой пуговицы вставлялась пуговица с клеенной камерой. На тыльной стороне размещалось оборудование. Сама пуговица, фокусирующий объектив. И сзади крепится мониторная камера. Главное было направить хитрую пуговицу прямо на экран с вопросами теста. У помощника был такой экран, он смотрел, что у него изображено на мониторе. Чтобы помощнику были хорошо видны экзаменационные задания, на испытуемом могла быть не одна камера. Хотя внешне сельчанин ничем не отличался от других водителей, пришедших на пересдачу, что-то в его поведении насторожило сотрудников ГИБДД. На выходе нашпигованного техникой посетителя ждали сотрудники отдела КМВД. Что-то и для оперативников стало сюрпризом. Опа-на, стоп-стоп-стоп-стоп. Опа-на, вот еще. Пересдать на права задержанному не удалось. Но это было еще полбеды в сравнении с тем, что он стал фигурантом уголовного дела. Жителю Маргаушского района было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 138 Прим Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное приобретение специального технического средства, предозначенного для негласного получения информации. Своей причастности к откриминированному деянию он не отрицал. Отрицать вину в подобном случае подсудимому было бы бессмысленно. Аппаратура, как говорилось в фильме, при нем. Но и у сотрудников полиции сегодня есть все необходимое для выявления подобных преступлений. Признать финансовое совершение преступления предусмотрено статьей 138.1 УКР и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. Приговор о восстановлении непонятно? Сроки обжалования понятны. Делайте свидетельство.